музыка альбома известного американского композитора филиппа гласа но star северная звезда первоначально было написано для документального фильма об одном также самых известных американских скульпторов монументалистов которые работают со сталью а скульптора зовут марк диссу вера собственно говоря так называется и документальный фильм которому первоначально был были написаны эти композиции однако для того чтобы альбом но star все-таки стал полноценным произведением полноценным самостоятельным альбомом все его треки были подвергнуты некому ремастерингу и реаранжировки филипп глаз родившийся 31 января 1937 года является одним из самых влиятельных композиторов второй половины 20 столетия его музыку общепризнанно принято относить к минимализму а сам же он ее называют музыкой повторяющихся структур сам филипп глаз играет на клавишных инструментах в созданном им же еще в 1968 году ансамбле филиппа глаза на альбоме но star звучат также и электронные клавишные инструменты такие как электроорганы yamaha farfisa и хамонт электропиано fender roads и синтезатор американской фирмы арт свою музыкальную карьеру филип глаз начал в 60-е годы прошлого столетия в париже где он познакомился с выдающимся индийским музыкантом рави шанкаром который во многом стал учителем для филиппа глаза несколько лет спустя филипп глаз перебрался в америку в нью-йорк и к 80-м годам масштаб его славы стал всемирным тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году он написал музыку для церемонии открытия и закрытия олимпийских игр лос-анджелесе с 90-х годов филипп глаз стал писать музыку для голливудских фильмов самыми известными из которых наверное является шоу трумана и иллюзионист на сказать что подход филиппа глазок написание саундтреков вообще во многом перевернул представление композиторов о том как следует писать музыку для кино следует заметить что фрагменты из произведений глаз и звучат также и в двух российских фильмов это фильма режиссера андрея звягинцева елена и левиафан музыка филиппа глаз а музыка с повторяющейся структуры звучит на удивление актуально даже в наше время и даже если мы говорим например вот пластинки но star которая была выпущена в 1977 году ведь в наше время современные электронные композиторы и диджеи собственно придерживаются так таких же принципов построение своих композиций когда некая повторяющаяся структуру основная тема несет в себе основную энергетику и ритм композиции и меняется лишь аранжировка то есть язык подачи этой основной темы вот основоположником этого стиля можно назвать филиппа глаза если практически любую из композиции которые звучат на данной пластинке исполнить современными средствами то она безусловно зазвучит очень даже актуально неспроста современные саунд дизайнеры часто используют фрагменты музыки филиппа глаза в рекламных роликах например в ролике автомобиля бмв в рингтонах для мобильных телефонов и даже видеоиграх собственно говоря сам филипп глаз в 2006 году записал оригинальный оркестровый рингтон для мобильных телефонов который был продан на аукционе за рекордную для того времени цену надо заметить что для такого композитора как филипп глаз вообще принципиально не существует никакой границы между так называемой классической академической музыкой и массовой культурой и так альбом но стар пластинка 1977 года лишь небольшой фрагмент из огромного музыкального пути филиппа глаза музыка лаконичная продуманная и очень современная рекомендуется к прослушиванию спасибо за внимание